Всем привет дорогие зрители! Если кто-то вдруг случайно заглянул на мой канал, то представлюсь. Меня зовут Ольга. Я представитель южнокорейской компании Atomi. На моем канале, как правило, рассказываю про продукцию данной компании, делюсь собственным впечатлением о ней и показываю отзывы других людей. Это видео немножко нетипично для моего канала, но тем не менее Atomi здесь тоже присутствует. Вот этот набор корейской косметики я наконец-то смогла себе позволить и очень-очень этому рада. Благодаря одному классному маркетплейсу, который я открыла для себя. Я не оговорилась, я действительно считаю площадку, о которой будет сегодняшнее видео, настоящим маркетплейсом, очень крутым маркетплейсом, который дает возможность абсолютно каждому человеку, вот просто каждому вы это дальше поймете, осуществлять свои мечты, просто без какого-либо вмешательства в семейный бюджет дополнительно получать деньги и на эти деньги приобретать то, на что, как правило, этих денег не хватает. Вот я 6 лет знакома с компанией Atomi, и я все 6 лет мечтала приобрести для себя вот этот набор пептидной уходовой косметики, набор Абсолют. Его цена 14 тысяч рублей. И сколько бы раз я не пыталась себе его позволить, но всегда находились какие-то более важные, более срочные и более нужные траты. И вот 20 июля 2024 года я сама себе объявила некий челлендж. Я решила, что я устала перекладывать в своей маленькой квартире вещи с места на место. Я просто захотела освободить пространство от всего лишнего, но сделать это с пользой для себя любимой. И я решила, что я пойду на площадку Павита, и я буду выкладывать там ненужные вещи, которые у меня есть, и все деньги, абсолютно каждую копейку, за сколько бы я что ни продала, я буду складывать на отдельный счет и копить себе вот на этот набор. Напомню, челлендж мы начался 20 июля, и уже в начале сентября нужна сумма. А это на тот момент у меня было 15 тысяч рублей на карте, на покупку мне нужно было 14 тысяч рублей. Всего полтора месяца, девочки, полтора месяца, а я 6 лет о нем мечтала. Ну что, чтобы не быть голословной, я вам расскажу вот прям до подробностей, что я продавала, за сколько я продавала, как я это продавала, чтобы вы поняли, что абсолютно каждая так может. Ну вот просто каждая. Немножечко расскажу историю. Я на Авито уже пробовала продавать вещи. 7 лет назад, когда я была в декрете со второй дочкой, я выходила на эту площадку, тогда, знаете, появился такой магазин, Тимаю, молния он потом еще назывался, там была очень недорогая техника, но относительно недорогая по сравнению с техникой, которая вот здесь у нас в офлайн-магазинах. Я тогда покупала там некоторые вещи, мультиварку, фен, чайник, я помню, заказывала, и перепродавала на Авито. Но со временем цены стали примерно такие же, как везде, и я устала от того, что люди приходят к тебе домой, никакой доставки тогда на Авито не было, что люди приходят к тебе домой, просят чеки, которые ты не можешь дать, потому что цена будет другая, просят, что им нужна розетка, тогда не было развито там вот это, что можно прийти в какой-нибудь кафе или магазин и проверить там свои вещи. Вот, в общем, я от всего этого устала, и я поняла, что мне это больше не интересно. И на долгие-долгие годы можно сказать, что про Авито я забыла. Нет, у меня там есть профиль, кстати, профиль как представителя Атоми, то есть я там себя так позиционирую, но этот профиль не для продажи, это профиль именно для привлечения внимания, потому что Авито очень здорово участвует в выдаче поисковиков. То есть если вы в Яндексе забиваете какой-то запрос, то если это есть на Авито, то это видно. Вот, и, соответственно, никаких продаж там уже длительное время вообще не было, то есть профиль у меня создан давно, у меня там подтвержденный он документально, у меня подтвержден телефон, ну то есть как бы все, с профилем все отлично, но продаж никаких не было. И вот я решила, во-первых, я, знаете, чем? Я вдохновила сеть видео на Ютубе тоже, других девчонок, блогеров и там простых мамочек, кто просто ради удовольствия это делает. Я пересмотрела огромное количество видео, оказывается, столько нюансов. Оказывается, Авито это та еще работа, но это дает реальный, видимый результат, твердый результат в деньгах. И что еще очень здорово, расскажу сейчас, что на Авито появилась возможность доставки. Иногда может прийти просто, вот вы выложили объявление, может прийти просто молчаливый заказ, то есть вы увидели, что у вас заказали, там в приложении все есть вообще, все элементарно, все очень удобно и элементарно. Вы увидели, что у вас пришел заказ, вы видите, куда его нужно отнести, то есть там есть варианты, можно почту России отправлять, можно через Яндекс доставку, можно там другими способами. Но дело в том, что это все очень тоже легко делается, даже на почту России, когда я пошла первый раз, я думала, что все, я там сейчас зависну на полдня. Вообще ничего подобного. Я пришла, показала штрих-код, у меня приняли мой товар, две минутки мы спросили моей фамилии, и все, меня отпустили. Представляете, как сейчас это делается, оказывается довольно просто вообще легко, комфортно, что самое главное. И все, вы заказы вы отправили. Когда человек его получит, вам на счет поступают деньги. За вычетом там небольшой комиссии, 7% она сейчас составляет. Вот, давайте уже ближе к делу. Итак, что я продавала? Первая моя продажа была этот топ. У меня есть несколько новых топов, которые просто лежали. Я выложила его там за, по-моему, за 250 рублей. За минусом комиссии мне, это как раз-таки была моя первая в жизни отправка авито-доставкой, я получила 233 рубля. И отсюда, это та первая сумма, которая упала на мой специальный счет, на котором я начала копить. Вот на эту прелесть. Дальше, дальше вот просто, сейчас я уже смотрю на свою квартиру и на вещи в ней, с точки зрения того, что, так, а это ведь тоже можно выложить. Потому что, я когда начала разбирать шкафы, я обалдела. Я нашла там вещи, о которых я даже вообще просто забыла, что у меня это есть. Я нашла шторы, несколько комплектов старых штор, которые остались еще там со съемных квартир, которые просто лежали в диване. И я бы знать не знала, если бы нужно было срочно куда-то переехать, или еще что-то сделать, я бы их просто выкинула. А я их выложила на авито. И эти вещи кому-то еще послужили. Берут на съемные квартиры, кто снимает квартиры, кто сдает квартиры. Берут такие вещи, люди, которые приезжают из других городов и стран сюда пожить. Берут студенты в общежитие. В общем-то, огромное количество категорий людей, которые могут этим интересоваться. Так вот, шторы я продала просто в лед. У меня за, получается, вот за этот период продалось 4 комплекта штор. Были причем такие вот, которые у меня висели, местами там были выгревшие полосочки даже. Поэтому не думайте, что ваш товар никому не нужен. На каждый товар находится свой покупатель. Просто поверьте. И не ищите для себя оправданий, что вам нечего продавать, что у вас нет на это времени, что кому это барахло надо, поверьте, надо. Время найдете, это несложно. И втянетесь еще как. Я вот сейчас видео записываю, начало октября, а у меня на счете все равно. Я вошла в азарт, я вошла во вкус, мне нравится избавляться от ненужного. И получать за это дополнительные деньги. Почему нет? И я уже снова накопила нормальную сумму для того, чтобы еще что-нибудь такое себе позволить. Но пока выкопить. Потому что я поставила себе цель чуть побольше. А мы потом и скажем. Так вот, шторы. Я их выставила за 500 рублей за комплект. Ну там реально такие шторы были. Они изначально были такие прям дешманские. Плюс им сколько пользовались. Там их из оцепки от котов были. Я их просто простернула, так расправила ручками. И в общем-то, 465 рублей за комплект мне начислили. Дальше. У меня долгое время стояла мультиварка, которой мы уже не пользуемся. Там надо было чашу менять. Менять чашу зачем? Это сейчас не дешевое удовольствие, если она все равно стоит. И я решила, что я лучше все место освобожу. Я там поставила вафельницу. Вот. И выложила за 800 рублей мультиварку. Мне тоже забрали авито доставкой. У мужчины есть такая же. И ему, видимо, нужна вот как раз сама эта конструкция. А на чашу ему там было особо все равно. Отзыв у меня очень хороший оставил. 744 рубля. Мне пришло. Ой, блендер. Блендер вообще. Он мне столько на балконе провалялся. Мне просто было жалко его выкинуть. Вот не знаю почему. Я, видимо, это чуйка сработала. Выложила блендер за 300 рублей. Но там от блендера осталось только вот эта сама основа с мотором. И пара насадок. Да, пара насадок. Там даже был срезан вот этот вот провоз вилкой, потому что у меня муж его куда-то там брал, ему приспособил. И мужчина заказал, ему нужны были как раз все запчасти, которые у меня остались. 270 рублей. Пожалуйста, мне прилетел на карту. Постельное белье. Тоже классная категория, которая на авито уходит просто в лед. Покупаю тоже для разных целей. И то, что я уже озвучила, как параллель со шторами. Плюс есть у некоторых лежачие, например, родственники, которым белье нужно менять довольно часто, потому что его не стирают, его просто меняют, выкидывают. Кто-то берет для животных, берут даже организации для животных, когда нужны какие-либо подстилки. Либо люди просто покупают, если у вас есть там какое-то белье, оно просто не нравится. У меня такой случай был. У меня лежал комплект, он не старый, но он из такого синтетического материала, на котором мне очень приятно спать. Вот ты вот его берешь, даже вывернуть, оно все током бьется, искрит. В общем, такая синтетика. В общем, выложила. За 600 рублей мне его забрали буквально на следующий день. И на него стояла очередь. Просили, если не заберут, то, пожалуйста, отдайте мне. Получила я за него 500 с чем-то рублей. Точную сумму я себе что-то не написала. У меня лежал стеллаж икеевский. Икеевская тоже все на вид любит. Лежал стеллаж, ну такой, знаете, вот такой как тканевый, его раскладываешь, он такими полочками розового цвета. У меня квартира маленькая, мне его просто даже приспособить некуда, не повесить, ничего, как тот, когда дети были малышами, я думала, что можно туда складывать какую-то одежду, там пленочки, трусики, подгузники. Ну, в общем, так он и пролежал новый, мне его дарили когда-то очень давно. Я его выложила, его тоже забрали, 651 рубль, я за него получила. Дальше были еще два комплекта штор, это мне уже мама давала, потому что я ей рассказала про свои увлечения. Вот, я их продала, там были прикольные, такие хорошие плотные шторы. По 698 рублей я получила за комплект, но эти деньги я сюда не считаю, просто вам как пример, что могут быть шторы разные по качеству и разные по цене соответствия. Здесь я их не считаю, потому что денежки я дала. Духи у меня были куплены, Духи были куплены при личной встрече за 2000 рублей, тоже сюда считаю. Дальше тюль, тюль у меня была тоже такая уже видавшая виды, за 490 рублей, там даже было пару дырочек, выложила за 490 рублей, сказали авито доставкой, 456 рублей мне пришло на карту. Была у меня кофта одна, но вот вроде прикольная, а с другой стороны, какая-то ни к силу не горда, не знала я ее, в чем сочетать, там такой яркий цвет был. И одевала я ее всего пару раз, и покупала недорого, и продала тоже недорого, за 372 рублей мне за нее пришло на карту. Лоферы. Когда начинаешь квартиру расхламлять, а потом включается азарт, такой авитовский азарт, я его называю, то ты начинаешь уже посмотреть, где можно что-нибудь приобрести по удобной цене, а потом чуть дороже продать. И вот такая история у меня случилась с лоферами. Я их нашла в одном магазине, такие прикольные лоферы, у них была крутая скидка. Я их сначала думаю, ну, мне они понравились, думаю, возьму себе. Потом думаю, дай попробую продать. В общем, я их продала. Хорошо дороже, чем покупала, продала, и мне 1305 рублей за них упало на карту. Дальше было платье, с платьем такая же тема, оно мне досталось прям очень-очень выгодно. Я за него получила 828 рублей. Туфли детские, катюки покупала, один раз мы ходили на свадьбу, по-моему, тогда. То есть она их один раз одела, в помещении практически вообще новые. 512 рублей я за них получила. Дальше была куртка, куртка детская. Тоже у меня же трое детей, да? И одежда меняется, 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 растут довольно быстро. И я все как-то хранила, хранила, хранила. А теперь поняла, что смысл хранить. Я на некоторые вещи возлагала надежды, что я там кому-нибудь когда-нибудь отдам, что вот еще пригодится, еще будут у нас там в семье малышей, да, у родных, у близких. Вот. Но иногда достаешь вещи и видишь, что ты их убирала чистые, выстиранные, а они каких-то желтых пятнах, которые вообще невозможно вывести. Они, видимо, сквозь время проявляются и потом просто, ну, просто вещь на тряпке. То же самое, там с платьями, с красивыми, с детскими, с зимней одеждой. Ты ее достаешь, а на ней раз, то какая-нибудь наклейка вся потрескалась, облезла, то вот эти светоотражающие элементы все потрескались. Ну и все. Такую вещь уже, соответственно, даже вот отдать кому-то, да кто ее носить будет. Ну, может, из вежливости возьмут и также потом где-нибудь в шкафы будут хранители выкинуть. Таким образом, я и детские вещи тоже стала свои выкладывать, раз, раз, обождать, какое слово придумала, пространство и получать при этом еще выгоду. В общем, куртка детская ушла у меня за 965 рублей. Были проданы духи с духами. Интересная история. Я их взяла у бабушки. Надеюсь, она мне их отдала от чистого сердца, ей было не жалко. Ей их подарили очень давно. Там был 2018 год дата выпуска духов. Сейчас уже 24-й. Там не стоит срок годности, но, как правило, духовка срок годности 5-6 лет. Там был такой набор подарочный. Она им не воспользовалась, у меня просто стояла, она планировала от него избавиться, то есть куда-то в помойку. Я говорю, дай-ка я попробую. И, в общем, я их выставила. Это оказались действительно духи, которые пользуются популярностью, пользовались раньше. Сейчас просто не так просто, сложно найти где-либо. Это Росболгария. И у меня, сказала девушка, заказала в столицу нашей родины. Ну и по профилю девушка не та, что прям там хочет просто пользоваться какими-то прозрачными духами. То есть там дорогие свадебные плавательства, на продажи и так далее. В общем, девушка их заказала. Я получила 1395 рублей. Девушка мне оставила хороший отзыв, чему я очень-очень рада, что и духи не в помойке, и продались они довольно по приятной цене. Да и плюс они, да, вот еще там кого-то радуют и служат. Дальше. Комбез. Вспомнить бы, какой комбез я тут продала. 605 рублей. Все вспомнила. Это был осенний комбинезон, тоже детский. И пользовалась, пользовалась я им, наверное, уже как второй хозяин. Ее, по-моему, дарили. Да. И за 605 рублей осенний детский комбинезон уехал, и мне вообще походят чей-то малыш. Полотенце. Тут тоже начинаю уже экспериментировать и смотреть, что из вещей будет так же хорошо продаваться, как шторы, как постельное белье, например. Решила посмотреть в сторону домашнего текстиля, и мне попалось полотенце. Ну, наверное, было полотенце, оно такое большое, пляжное, очень яркое, красивое, с фламинго. Вот. Но как-то оно вот лежало и лежало, то есть как-то мы, ну, не знаю, не пользовался. И, в общем, я попробовала, выложила полотенце, его забрали, 698 рублей, мне пришло. Платье, еще одно платье, да, на 828 рублей, и ремень. С ремнем история. Мне кто-то когда-то нам дома в деревне привозил вещи, ну, то есть просто вот кто-то отдавал свои вещи, и там был ремень. И он пролежал огромное количество лет, ну, много, в общем, не знаю, может, лет 7-8, может, 10 он пролежал. И тут недавно я как-то на него наткнулась, смотрю, такая пряжка прикольная, наверное, ну, вообще, классный кожаный ремень, попробую поносить. Пробую на себя, ну, такой маловатый. Посмотрела кожу, посмотрела брендовый, и, в общем-то, я его тоже выложила и продала. 828 рублей в мою копилку. Был звонок. Вот. И таким образом, за все то, что я вам перечислила, сумма 15 тысяч 25 рублей у меня скопилась. И я легко смогла себе позволить вот этот набор косметики. И самое главное, что у меня вообще нисколько не переживать моя совесть, что я там из семейного бюджета деньги взяла, либо ты мне себе сделала такой дорогой подарок, хотя можно было подать на что-то другое. Столько пользы. У меня реально место освободилось. Это азарт. Это интересно, это азарт. Что немаловажно, это общение с людьми, потому что, когда там условно доставки, ты общаешься, там могут быть диалоги, ты общаешься, ты учишься, разговаривать с людьми. Это общение с людьми. Плюс я к каждому заказу я такой вот презентик даю, это карточка с милой какой-то приятной надписью. Вот, например, здесь написано «Пусть твои мечты станут твоей реальностью» и свою визитку, где указаны все мои контакты. Указано, что я представитель корейской компании и что ко мне можно обратиться за консультацией. Помимо всего прочего, это еще физическая активность, потому что бывают дни свободные от заказов, а бывает, что сзади может быть и два, и три заказа, и, соответственно, можно сходить и в Яндекс.Доставку сбегать ножками, и почтой. У меня все как бы в пределах района, поэтому я хожу пешком, и я увидела, что количество шагов в день тоже увеличилось. Так что, одна сплошная польза. Нюансов много, Авито требует ежедневной напорфинности на это дело, ну, как любое другое дело, для которое нам приносит удовольствие и деньги. Так что, если вдруг кого-то заинтересовало, каждый из вас точно так же сможет. Если вдруг вас это заинтересовало, тема, пишите комментарии, пишите свои вопросы в комментариях, и я буду с удовольствием на них отвечать. Комментарии я все читаю, все вижу. Контакты мои тоже под видео есть. Подписывайтесь на мой канал, на мои группы. Буду рада и новым знакомствам, и буду рада быть вам полезным. Всего хорошего, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok